Вот, друзья мои, те, которые создали семью или которые создают семью. Я всегда говорю, в первый период медового месяца, или просто определите месяц, два, три, когда вы должны создавать границы семьи. Про отношения в семье, про сценарий семейный в других роликах. Но я сейчас хочу сказать о границах семьи, суверенитет, а то вы живете по указке Вашингтона. Тещи, свекрови, нельзя. Вы должны вдвоем со своим суженным ряженом, со своей супругой определить правила, кто и каким образом участвует в вашей семье. Ну, они не должны быть такие непроницаемые, догматичные, визу, чтобы выписывать. Может быть, и просто так они могут по заявке приехать. Но запомните, что излишне впускать вмешательство прежде всего родителей в ваши отношения. Родители, как говорится, не давайте советов, а помогите материально. А вот чаще всего и хуже всего это вмешиваются друзья. Что у супруга, что у супруги. Начинают говорить, а вот твой, твоя не так, как мой, моя или у какого-то другого примера. Если в семье договариваться о полной открытости, о полной правдивости, это безумие, то так же безумие пропускать свою семью, как проходной двор. Поймите, не только натопчут и загадят, но что-то вот, понимаете, насыпали и уже вкус не тот, ложка дегтя. Поэтому вот это важна дистанция. Еще раз повторяю, не надо выстраивать границы и паспортно-визовый контроль. Но все-таки вы должны устанавливать с супругом, с супругой проницаемость своих границ. Более того, великий психолог Александр Сергеевич Пушкин на этот вопрос своей Натале говорил так. Да, пусть сестры приедут в Питер, месячишко могут у нас пожить. Но потом или назад, или пусть ищут себе квартиру. Он ей говорил, милая моя, вот у нас дети тут подрастают. Они тоже улетят. Мы с тобой вдвоем останемся. Не судьба, конечно, Пушкину. Но он говорил о том, что семья – это двое. Запомните, семья нуклеарная двое. Двое. Дети вырастают. Вы потом тоже, как говорится, не лезьтесь шибко в их семьи. Ваши родители тоже со стороны. Поймите, вот этого нету патриархального, когда все сели за стол. Их, дед, ложкой всех можно есть, и пол бы убьет. Нет. Есть взаимноуважение – бесспорно. Есть некоторое учитывание помощи друг к другу – бесспорно. Но вмешиваться? Вы можете, как говорит Гамлет, сломать меня, но играть на себе я не позволю. Вот не позволяйте, чтобы в вашей семье кто-то вами играл. Вы и сценаристы, и режиссеры, и актеры вашего семейного сценария. Обращайтесь где-нибудь. Я со стороны подскажу. А не вмешиваясь в ваши отношения просто. А вы увидите ваши собственные ошибки. И это вам будет полезно. Подписывайтесь на канал. Вы можете даже просто посмотреть на канале. Там много есть советов. В общем, я жду вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.